Здравствуйте! Прошу садиться. Ваша честь, я требую развода со своим мужем. Я очень хочу, чтобы вы развели нас с моим мужем Григорием Дмитрием Николаевичем. Понимаете, на самом деле я не имею к нему никаких претензий. Он замечательный человек. Мы с ним прожили много лет, и нас очень многое связывает. Он чудесный человек, он ничем передо мной не виноват. Но, Ваша честь, у меня так сложились обстоятельства в жизни, что моя жизнь полностью переменилась. Я встретила любовь, и это чувство меня так все, не знаю, там распирает. Ваша честь, это не любовь, это просто помутнение рассудка. Это просто курортный роман. Дима, как ты можешь говорить? Давайте говорить по очереди, да? Значит, итак, вы хотите прекратить брак в связи с тем, что вы влюбились, и вы хотите создать новую семью. Правильно? Совершенно верно. Вот у меня свидетельство о браке, вот свидетельство о рождении детей. Детей-то сколько? У меня замечательная семья. Да. Сколько детей? Двое детей. Какого возраста? Ну, дети уже большие, Ваша честь. Какого? Одного девятнадцать, одному семнадцать с половиной лет. Они уже студенты, они уже независимые. И я думаю, они будут просто счастливы, что их мама нашла себя. Да как они могут быть счастливы, если ты совершаешь такую глупость, такой поступок? Вы считаете, что дети будут счастливы в результате того, что разрушена семья? Вы в это верите сами-то? Ваша честь, я не хочу разрушать семью. Просто то, что у нас с Димой уже, это уже, знаете, как привычка, рутина. Ну, представьте, я двадцать лет в браке, я постоянно в пеленках была. А то понос то золотуха у детей. Честно говоря, ну, я вот впервые отдыхала даже одна без Димы. И когда я встретила этого человека, ну, с которым у меня полторы недели были очень высокие отношения, это вы не представляете. Ваша честь, какие высокие отношения? Просто курортный кобель, вот и все. Дима, ну как ты можешь так говорить про человека, которого я люблю? Я же сразу, я понимаете, я не могу врать. Вы что, впервые без мужа поехали отдыхать на курорт? Да, впервые. Мы все время с ним отдыхали. Я уже говорю, я все время была с ним. Я всегда была при нем. Послушайте, каждое лето вся пресса пестрит статьями о курортных романах. Говорит о том, какие последствия бывают у этих курортных романов. Ваша честь, вы просто не понимаете, и я думаю, что и он не понимает. Почему же я не понимаю? Я очень часто встречаюсь в судах с последствиями этих романов. Ну я не знаю. Почему же я не понимаю? Я как раз очень хорошо понимаю. Это любовь, понимаете? И я понимаю, что помимо любви существует еще долг перед семьей, перед государством, перед детьми. Я этот долг выполняла, 20 лет выполняла, Ваша честь. Я его исполняла исправно. Обязанность перед мужем, перед своим, который вот здесь стоит в качестве ответчика перед вами. А вы из-за того, что полторы недели высокие отношения, говорите, надо прекращать брак. Ваша честь, как вы можете так говорить? Дима, я пиновата перед тобой, я понимаю. Но я еще раз прошу тебя простить меня. Вот тоже мне Анна Каренина. Достаточно. Что вы скажете? Ваша честь, я очень прошу вас не расторгать этот брак. Это ни в коем случае нельзя делать. Я понимаю, что у нее просто временное вмешательство рассудка. Может быть, я был действительно неправ в том, что все время мы отдыхали всей семьей, все время с детьми. Я понимаю, что, может быть, и правду психологи говорят, что какое-то время люди должны быть от друга по отдельности. А у нее такой возможности не было. И сейчас, конечно, она просто увидела вот это вот пальмы, солнце, море, и у нее это вот все вот перезахлеснуло ее. Да при чем тут пальмы, солнце? Ты просто человек, он любит меня. Да какой любит? Он тоже меня любит, понимаешь? Ты понимаешь, что такое любит? Понимаю, я понимаю. Я хочу вам задать вопрос, Виктория Михайловна. А вы с этим человеком полуторанедельным-то говорили уже о создании семьи. Он женат? Понимаете, он женат. Он женат, я знаю, что у него есть дочка. Но я уверена, я уверена, что он с ней разведется. Потому что он так меня любит. И он говорил мне о своих чувствах. Я верю. Ваша честь, какие чувства? Вот посмотрите, моя жена никогда на шее ничего не носила. Она не терпела никаких ни цепочек, ничего, даже когда мы ходили в магазин выбирать. Сейчас она вернулась с курорта, носит вот эту вот берюльку, которую он ей подарил. Чепуха какая-то. И вот, и не снимает ее даже спать ложиться, в душ с ней ходит. Да это просто временное помешательство. Ее колдовали там, я не знаю, что... Мирий Николаевич, а как вы относитесь к тому, что вот ваша супруга, не скрывая от вас, говорит, что у нее роман. Она хочет расторгнуть брак с вами из-за того, что возникли чувства. Вы-то как к этому относитесь? Может быть, чувство ревности или как? Вы понимаете вашу честь? Меня очень интересует, это очень важно. Я понимаю, что самое важное, самое важное, это семья, семейные отношения, наши дети. Вот те 20 лет, которые мы вместе прожили, их просто так никуда не засунешь. Они, это есть. И я понимаю, что вот это сейчас, она находится в состоянии вот этого вот временного помешательства, заблуждения. И это пройдет время, и она поймет, что это было ошибкой. Но будет поздно. Поэтому я сейчас хочу вернуть, пока не поздно, пока этого не случилось. Я готов все это вот забыть и признать, что да. А почему вы так легко готовы простить измену? Это нелегко. Это совсем нелегко мне. Вы понимаете, дело в том, что я думаю, что каждый человек, он, оказываясь в подобной ситуации, вот так вот вынырнув из семьи. И это вот представьте себе, как ребенок, он идет по лесу, да, грибочек за грибочком, грибочек за грибочком и заблудился. Вот то же самое произошло с моей женой. Я ее хорошо очень понимаю. Дима, ты не понимаешь меня. Ты все время жил только рассудком. Ты всегда все раскладывал по столочкам. Честно тебе скажу, мне не хватало чувств. Я продолжаю жить рассудком. Я понимаю прекрасно, что это чувство, оно пройдет, этот ветер из головы выдует. Да какой ветер? А дети и я, они останутся. Ты понимаешь, ты хоть раз такое переживал, ты ко мне переживал такое хотя бы? Ваша честь. А ты мне эти бирюльки дарил? Да, может быть, я был виноват, что не дарил. Дмитрий Николаевич, а если на самом деле это любовь? Какая это любовь? Ваша честь. Вот понимаете, я уже и к психологу ходил, да, разговаривал. И я разные способы искал договориться, ей объяснить эту ситуацию. Она не идет ни на какие разумные доводы. И у меня не осталось ничего, как найти эту ее безумную страсть, эту безумную любовь. И мне стоило большого труда, чтобы эту страсть ее притащить сюда. И я прошу сейчас... Я прошу сейчас сюда пригласить моего свидетеля. Как ты мог? Что? Что я как мог? Ты его сюда пригласил? Да я его нашел, я его нашел, я с ним разговаривал. Виктория Михайловна, а что же в этом плохого? Прекрасно. Вот сейчас и разъяснится вопрос. Я прошу сейчас... Вы не возражаете против допроса в качестве свидетеля, вашего друга? Я уверена. Я уверена в том, что этот человек меня любит. И давай, а перед этим я хотел бы еще выяснить одно обстоятельство. Наверное, лучше с Дмитрием Николаевичем. Вы говорили с сыновьями? Я с сыновьями разговаривал, они относятся к этому точно так же, как и я. Что это просто с мамой произошло действительно просто затмение какое-то. Они плачут, они хотят, чтобы сохранилась семья. Взрослые парни, они доведены были до службы. Они продолжают сейчас жить вместе с вами? Да, конечно. Виктория Михайловна, а где вы будете жить-то после того, когда расторгнете брак? Ваша честь, я думаю, что этот вопрос должен решать мужчина. И я уверена в своей... Но я и решаю, я и решаю этот вопрос. Дима, я не понимаю тебя. Я тебе уже все сказала. И ты прекрасно знаешь, что я, как честный человек, тебе сразу все сказала. И всю свою ситуацию объяснила. Ну что ж, пригласите тогда свидетеля-ответчика. Как ты мог вообще его пригласить? Посмотрим мы, что происходит у него в душе. Свидетеля-ответчика, пройдите. Готовы, нет? Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Как вас зовут? Иванов Валерий Кириллович. Валерий Кириллович. Истец вам знакома? Да. А ответчик? Тоже. Вы знаете, почему вы здесь? К сожалению, да. Ваша честь, не стоило огромного труда его сюда притащить. Виктория Михайловна хочет расторгнуть брак в результате романа, который возник у вас на курорте. Валера, ну скажи же, что у нас все серьезно. Ваша честь, мне очень неловко находиться здесь. Я хороший семьянин. У меня жена, дети. Я не хотел бы, чтобы моя жена узнала про эту ситуацию. Это вы так уверенно говорите, что вы хороший семьянин после того, что произошло и стало известно теперь, да? А как ты мне там говорила? Все взрослые люди, понимаете, ну бывает такое. Ну море, солнце, песочек золотистый, коктейльчик, ночной пляж, музыка а-ля романтик. Ну и, как говорится, случилось. И мне было с ней хорошо, действительно. Она потрясающая женщина. Создание семьи с Викторией Михайловной в ваши планы не входит, да? Да нет, конечно. Предатель. Это не любовь была, не любовь. Это страсть, она безумная, безудержная. Такие мгновения дикие, они бывают один раз мгновения. Виктория Михайловна, спасибо. Ну когда это надолго, все, это уже... Спасибо, спасибо достаточно. Виктория Михайловна, я считаю, что вы уходите. Я не могу. Ну что ж, это ваше право. Суд удаляется для принятия решения. Оглашается решение суда. Брак может быть расторгнут в судебном порядке в том случае, если одна из сторон возражает против расторжения брака. Суд дает вам трехмесячный срок в соответствии с законом на возможное примирение для того, чтобы у вас была возможность сохранить семью. Если в течение трех месяцев вы не измените свое решение, вы можете сюда не приходить, и брак ваш не будет считаться расторгнутым. Решение суда. Слушание дела отложить.